Приветствую вас, если мужчина вот так вот себя с вами вел в начале, да, что он проявлял к вам симпатию всяческую и вообще вел себя так, как будто вы его интересуете во время, скажем, командировки, а после этого достаточно резко к вам обходил, значит у него сработал защитный механизм, вследствие которого он решил, видимо, что вы не для него и подумал, что лучше будет, если вот между вами все останется вот так, как было, да, то есть чисто такие вот отношения деловые, как он думал. Если мужчина стеснительный, то защитный механизм, он сильнее себя проявит, потому что, ну, здесь и рефлексия, здесь и мысли, здесь неуверенность в себе, сомнения и так далее. То есть моментов для того, чтобы как-то вот себя ограничивать более чем достаточно, в принципе, вот. И вам нужно, ну, как нужно, вам желательно бы для себя понять такую вещь, что вот к мужчине интерес, как бы проявить себя и возбудить интерес у мужчины к себе, в принципе, мощно. Но для этого, для того, чтобы сделать подобные вещи, вам нужно, знаете, даже не то, чтобы постараться, я вот не стал бы употреблять именно такого слова, да, постараться, вам нужно просто с ним встретиться, то есть вновь, условно говоря, дать ему понять, что вы, например, на связи, что вы, например, хотите, там, с ним контактировать, что он вас интересует. Потому что, ну, бывает так, что люди воспринимают других людей, например, по телефону, совсем не так, совсем не так, как это можно было бы сделать, например, вживую. И вот по вашим словам, по тому, что вы описали, получается так, что мужчина просто, просто-напросто вас не воспринял по телефону так же, как, ну, в реальной жизни. И это, с одной стороны, это для вас, наверное, не так хорошо, потому что, ну, вы вот хотели с ним пообщаться, да, но у вас вот не получилось, так как вы изначально, я имею в виду, планировали с ним пообщаться, просто не получилось. Но, с другой стороны, это хорошо даже, потому что это позволит вам не переводить ваши отношения в излишнюю виртуальную плоскость, и поможет вам выстраивать их, я имею в виду ваши отношения, исключительно в плоскости реальной, реальной жизни, реального пересечения и так далее. Поэтому вы можете вернуть всего интерес к вам, если он изначально был. Но, как? Только путем общения, только путем более активного взаимодействия с мужчиной, только путем более такого тесного контакта, чтобы он поверил, что вы тоже испытываете к нему интерес. Дело в том, что, вот, исходя из того, что вы описали, нельзя однозначно сделать вывод относительно того, как вы реагировали на его симпатию. То есть, вот, он симпатию к вам проявлял. Это было видно, и вы даже об этом сказали, что вы чувствовали его симпатию с каждой клеточкой своего тела, и это здорово. Но вопрос заключается в том, какие отношения у вас к нему. Если он вам нравится, а он вам, я так понимаю, нравится, то дали ли вы ему это понять, что он вам нравится? Если нет, то почему? Если да, то насколько сильно, насколько очевидно это было, что вы дали ему понять о своей симпатии. Потому что, понимаете, если мужчина, например, к вам проявлял что-то, а вы в ответ ничего не проявляли, по его мнению, то откуда взяться его рвению, откуда взяться его симпатию? Он будет думать, что вы просто-напросто с ним поиграли, и все. И больше ничего не нужно вам, от него. Если же вы напротив свою симпатию к нему проявили, и проявлений этой симпатии было много, а он ее не воспринял, то речь идет тогда о том, что мужчина, скорее всего, очень робкий, очень уверенный в себе. И вам тогда нужно будет самой в первую очередь ответить на вопрос такого плана. А вот готовы ли вы, например, постоянно, ну или периодически проявлять инициативу по отношению к нему самостоятельно? То есть, если человек в себе не уверен, если мужчина в себе, например, сомневается как-то или что-то еще, если он в себе не уверен, то это означает, что инициативу придется брать вам в руки. И вопрос отличается в том, готовы ли вы это делать. Потому что далеко не каждая женщина может и хочет постоянно проявлять инициативу. И если вы делать, например, этого не хотите, или, например, хотели бы, но вам не нравится, если это происходит постоянно, то вряд ли вас будет кто-то винить, вряд ли вас будет кто-то обвинять. Но в самом деле, это ваше право. Это ваше право не проявлять инициативу, если вы не хотите. Но тогда необходимо понимать, чего вы ждете от мужчины для себя. И если определенные потребности ваши, например, не удовлетворяются, то нельзя говорить однозначно о том, что вам стоит как-то с этим мужчиной взаимодействовать. Хотя бы потому, что ничего хорошего из этого не получится. Ну, у вас разные потребности, разные представления о том, как должны складываться отношения между мужчинами и женщинами. И дело здесь не столько даже в том, что они разные, сколько, наверное, это в том, что каждый из вас способен дать разные вещи друг другу. Понимаете? Вот я думаю, что так примерно можно ответить на ваш вопрос. То есть, шанс у вас, конечно, есть. Шанс есть, есть очень большой. Вы правы. Если мужчина избытывал к вам симпатию, то она вот так резко не пропадет. Это безусловно. Но для того, чтобы она вновь появилась, мужчине необходимо показать, что вы интересуетесь им. Мужчине необходимо показать, что он понравился вам. И если вы это человеку покажете, то тогда встает следующий важный момент. Это момент, который связан с тем, насколько вы готовы проявлять инициативу в отношениях. как я уже вам сказал, если вы готовы проявлять инициативу в отношениях только до определенного момента, это ваше право. Это ваше право. Но тогда необходимо делать упор, акцент, точнее, даже, на том, насколько это соответствует тому, что вы хотите получить. И тогда у вас все будет хорошо. Мне кажется, что можно обязательно нужно здесь сказать еще и такую вещь. Дело в том, что на командировках в отеле ведь возможно же просто и такая ситуация, что мужчина просто вами например увлез. То есть он был один, вы были одна и вы ему вроде как понравились. он вам понравился и вам было хорошо вместе. Так почему бы не провести время собственно вместе, почему бы не сделать так, чтобы пребывание в командировке было максимально комфортным например и для вас и для него. И мужчина при всей своей застенчивости мог это вот именно этот момент достаточно хорошо понимать. То есть он мог отдавать себе счет о том, что ничего серьезного за тем, что вы общаетесь нет. И тогда несложно сделать вывод, что для мужчины может совсем ничего и не значить то, что вы о чем вы говорите. То есть для него не имеет такого большого значения вот то, о чем вы пишете. А пишете вы о том, что он вам понравился, что вы хотели бы с ним как-то больше общаться и так далее. И вот здесь мне бы хотелось вас предупредить. Ну как предупредить? Скорее даже оградить, если угодно, оградить от возможного разочарования. Чтобы вы не возлагали излишних ожиданий на него. Чтобы вы не строили иллюзий относительно него. Потому что, ну, вот согласитесь, если вы будете это делать, то у вас будут какие-то ожидания, а если ожидания не оправдаются, не так богу, то у вас тогда будет ничто иное, как разочарование. И разочарование, оно ведь будет направлено на мужчину. То есть вы будете волей-неволей считать, что он вас, например, обманул. Хотя в действительности понятно, что обмана там особо-то и не было. То есть никто из вас никому ничего друг другу не обещал. Но тем не менее, тем не менее, что-то такое быть может. И вот мне бы не хотелось, чтобы вы по-напрасному переживали и волновать. Поэтому постарайтесь, если для вас это возможно, постарайтесь избавить себя от излишних переживаний, постарайтесь не возлагать больших надежд на него, постарайтесь все-таки воспринимать ситуацию адекватно, объективно и понимать, что очень может быть, что мужчина просто воспринял вас как такое, знаете, временное или можно сказать, не временное даже, а такое мимолетное увлечение. И в этом нет ничего дурного, в этом нет ничего плохого, просто такова жизнь и в этом это совершенно нормально. Поэтому если вдруг такое случится, вы будете готовы, я надеюсь, вы будете к этому готовы, и воспринимать будете это вполне адекватно и нормально. Потому что излишне усердие в том, что вы хотите, а излишне усердие это, я надеюсь, вы понимаете, что о чем я говорю, излишне усердие это чрезмерная значимость этого человека для вас. Так вот, излишне усердие оно в данном случае принесет вам лично вред. И дабы этого не было, давайте постараемся эту вероятность вести к нулю. На этом все, надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров